Продолжение следует... ...отслужившим срок унитазом. Местные жители высказали свое мнение о качестве работы оператора, которому они исправно платят деньги за вывоз мусора. Конечно, не справляется. Если такие кучи Навального развед справляются, это уже результат того, что не справляется. Правда? Все-таки деньги берут и немаленькие, так сказать, за вывоз мусора. Сколько? Ну, где-то 130 или 120 с человека. Нет. Не справляются они. Потому что это постоянно эти... Все тут свалка, как говорится. Собаки все растаскивают. Не успеваем убирать. Дворника нет, хотя за это мы платим. Далее мы отправились за Свияжи. Возле 33-го дома на Московском шоссе стоят синие баки компании ЦЭТ, переполненные и явно забытые хозяевами. Рядом с ними гора веток и листьев, оставшиеся после апрельских субботников. Свалка у 71-го дома еще более колоритная. Местного жителя Сергея Назарова такой ландшафтный дизайн не устраивает. Ну, посмотрите, что творится. Тут машина ездит, во-первых. Дети гуляют. Вот площадка около школы. Поэтому, ну, постоянная вот эта вонь стоит. Добрались мы и до центра города. Ожидали увидеть более радужную картину, но были крайне озадачены, увидев мусорку на улице лесной. Глядя на запущенную площадку, возникает вопрос, за что именно платят жильцы окрестных домов. Если бы вы знали, как мне все это надоело, я чего, деревьев насажал, чтобы не видеть вот этой помойки. О недобросовестной работе регоператора узнали в Управлении делами Ульяновской области. А все потому, что с недавнего времени в нашем регионе реализуется федеральная программа «Инцидент-менеджмент». Проект создан для обнаружения информповодов и отслеживания реакций общества в соцсетях. Все эти замечания берутся на заметку. И главная наша задача, чтобы все те претензии, которые люди высказывают, и недовольство, которое они высказывают в социальных сетях, все их замечания были решены, причем решены в кратчайшие сроки. Наводить порядок в мусорной отрасли будут на правительственном уровне. Если не сделать этого в ближайшее время, то город и районы постепенно превратятся в гигантскую свалку. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.